В эфире новости экономики. С вами Александр Новиков. Здравствуйте. Выпуск представляет инвестиционная компания Финам. Мы все разные. Разные предпочтения и разные цели. Но способ достижения цели один. Финам предлагает решения для торговли на всех биржах мира. С любым уровнем капитала. Финам. Ваш индивидуальный способ достижения цели. Неделя эта выдалась короткой, но весьма насыщенной. Начало торговой сессии вторника уже было бурным. Новости о том, что в воскресенье в Саудовской Аравии прошли массовые антикоррупционные чистки, явились для рынков полной неожиданностью. На этом фоне котировки нефти, на которые, казалось, уже ничто не может повлиять, так как большинство стран-экспортеров строго соблюдают установленные квоты, рванули вверх. Оно и понятно, 40 ведущих министров и разнообразных принцев разом оказались за решеткой. Еще двоих принцев ненароком пристрелили в процессе ареста. И это вам не мультфильм «Храброе сердцем», где все понарошку. Принцев убивали по-настоящему, за здорово живешь. И вот вам уже нефть по 64 доллара 40 центов за баррель, не нарушая квот на добычу, заметьте. Отечественный журубль продемонстрировал завидную самостоятельность, хотя обычно смиренно ходит за котировками нефти. Основной причиной столь странного поведения можно назвать не очень благоприятное отношение мировых инвесторов к валютам развивающихся стран. Множество компаний представили в эти дни квартальную отчетность, всех перечислять смысла нет, но вдруг неожиданно удивила ТАТ «Нефть». В понедельник Совет директоров компании заявил, что рекомендовал акционерам утвердить дивиденды по результатам 9 месяцев 2017 года в размере 27 рублей 78 копеек за одну привилегированную и обыкновенную акцию, что в совокупности составляет 75% от чистой прибыли ПАО «ТАТ «Нефть» по РСБУ за указанный период. Последнее обстоятельство на фоне рекордно растущей нефти вполне прогнозируемо вывело акции «ТАТ «Нефти» в однозначные лидеры роста по итогам вторника. Плюс 12,45% в обычке и 10,99% в препах. Окончание недели пройдет, скорее всего, под влиянием котировок нефти, которые либо должны вернуться, если уж не на прежние уровни, то хотя бы скорректироваться на половину своего роста, либо вдруг продолжить расти. Последнее обстоятельство, впрочем, выглядит маловероятным. Объективных поводов для существенного роста энергоносителей нет, а каждый день арестовывать и отстреливать принцев – это, простите, накладно. Удачных вам инвестиций! Официальный курс валют, установленный Центробанком России на 10 ноября. Доллар 59,25 рубля, евро 68,79 рубля.